Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы говорим самыми простыми словами о нашей православной вере. 30 октября – Всероссийский день памяти репрессированных в советские годы. В нашем городе в эту пятницу, в 30 числа, прошла акция, которая называлась «Молитва памяти», на которой были перечислены имена всех тех, кто был репрессирован, была совершена молитва. И вот сегодня мы в нашей студии поговорим о самой акции, о том, зачем она происходила, для чего вдруг необходимо было открыть эту страницу истории нашей страны, с одним из организаторов этой акции, с Ильей Груздевым. Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Африк. Вот такая вот очень интересная акция. На нее, верно, нужно рассказать о том, как, в принципе, родилась идея ее провести. То есть, что вдруг подтолкнуло, ну, так вот, прильнуть вниманием именно к этой теме. Ну, сразу скажу, что акция проходила не только в Самаре, проходила во многих городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Москве. Эта акция проходила в нескольких местах. И, скажем так, читать имена репрессированных людей, скажем так, происходит... Ну, вот эта вот практика, она имела место всегда, но в последнее время церковные силы, церковные люди стали присоединяться к этой акции. И у нее, скажем так, стал в большей степени акцентироваться момент, связанный с молитвой. Мы проводили вот в Самаре эту акцию во дворе храма в честь собора самарских святых. И мы выбрали это место не случайно. Во-первых, рядом с храмом находится парк Гагарина. Это место массового захоронения тех времен. Там раньше были дачи работников НКВД, и туда свозили тела расстрелянных, значит, вот, людей. А храм в честь собора самарских святых тоже не случайно он там и построен, и освящен, потому что столько, сколько дал XX век новомучеников, вообще святых на Руси, наверное, никакой другой век в тысячелетней истории нашей церкви он не давал. И поэтому это тоже не случайно. Возможно, что многие мученики, исповедники веры как раз находились там, будучи убитыми вот в эти годы. Потому что все, кто выжили даже во времена антирелигиозной кампании, начало 30-х годов, вот если смотреть по документам, массово изучать дела, то в 37-38-м просто были все практически расстреляны. Остались очень-очень немногие священнослужители. Это просто вот такой вот масштаб. Ну, а мы читали имена всех людей. Вот в Москве эту акцию проводит Преображенское братство при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Также общество Мемориал поддерживает вот эту акцию и тоже проводит вот это вот чтение. Ну, вот нам было важно именно помолиться. Важно было послужить литию, важно было, чтобы те, кто читали христиане, они читали молитвенно. Вот эти вот имена, имена самые разные. А можно вопрос? Эти же имена, они, я так понимаю, там были не просто прочитаны имена, там были прочитаны год расстрела или другого, да, способа расправы. Вот, статья, если была известна. Вопрос. Вы откуда черпали информацию? То есть вам кто-то на архивы какие-то открывал или как это происходило? Ну, к счастью, эта работа уже была проделана где-то с середины 90-х годов. На самом деле, с начала 90-х годов эта работа велась. С середины 90-х началась публикация так называемой «Белой книги памяти». Эту работу проводил сообщество Мемориал. И было издано больше 20 томов «Белой книги», в которой содержится вот эта информация и имя, социальный статус, возраст, статья действительно, год осуждений и смерти. Вот надо сказать, что мы при подготовке списков использовали только первый том вот этого вот наготовного собрания. Из него мы выбрали только тех, кто был расстрелян. Там разные были как бы сроки. То есть, вот кто был приговариван к высшей мере. И мы не дочитали до конца те списки, которые мы подготовили, хотя мы успели прочитать порядка 700 имен. Мы дошли только до буквы «К». Вот. То есть, это огромный масштаб трагедии, огромный только в нашей Самаре и Самарской области. Знакомились с какими биографиями? Или это вот только на уровне имени, статьи и года смерти? Дело в том, что с биографиями довольно сложно. Здесь смысл акции в том, чтобы подчеркнуть масштаб. Вообще, мы были во дворе храма, там рядом пешеходная как бы зона, остановка автобусная. Мы использовали звукоусиливающую аппаратуру и было слышно. И это довольно-таки большое впечатление производит, когда в течение двух часов постоянно читаются имена. По сути дела, на каждое имя несколько секунд уходит. И это все происходит без остановки, без остановки. То есть, меняются люди, меняются чтецы. И вот я уже говорил, какая доля. Но надо сказать, что даже вот в этом наготомном собрании далеко не все имена. И эта работа была, ну скажем так, прекращена, а не закончена. То есть, масштаб этих репрессий, опять же, вот такой большой. И здесь вот важно было подчеркнуть именно, скажем так, какая-то тотальность и бессмысленность. Потому что среди репрессированных были не только военачальники или, допустим, какие-то классовые враги народа, священнослужители, бывшие какие-нибудь дворяне, купцы и так далее. Были какие-нибудь конюхи, портные, мелкие служащие, никакой ни национальной, никакой ни даже вот классовой логики не было, непонятно. То есть, совершенно самые обычные люди. И возраст от буквально подросткового до там 80-летних старцев. Это, конечно, вот впечатляюще. И смысл был именно в том, чтобы не просто говорить о том, что, ну да, вот такая была трудная страница в истории нашей страны. Здесь вот эта ткань чувствуется, ткань этой истории. Реальные имена, реальные, вот даже за этой краткой строчкой, где имя, профессия, возраст, все равно чувствуется, что это реальный человек, через который прошла вот эта вот машина государственного террора. А удалось донести это вот до людей? Люди-то как вообще отреагировали на акцию? Как они отзывались, может быть, что-то говорили? Люди реагировали по-разному. Были люди те, которые пришли специально на чтение. Они готовились, они терпеливо ждали в очереди. И читали вот страничку из вот этого вот нашей папки, которую мы подготовили с именами. Были люди-прохожие, которые совершенно не подозревали о том, что они попадут вот на акцию. И реакция была разная. Было много молодежи, там рядом институт связи, видимо. И во время начала акции было довольно много молодежи. Надо сказать, что какой-то закономерности в том, какого типа люди отзывались на происходящее, мы не увидели. У меня вот было такое представление, что вот люди более старшего возраста, они должны как-то быть более отзывчивы. А молодежь, она, ну скажем так, равнодушнее. Мне так не получилось, какого-то такого вывода сделать. То есть молодежь останавливалась, слушала. Ну, редко кто останавливался так, чтобы зайти внутрь храма, но выслушивали и как-то вот кивали, как-то вот понимали, о чем я говорю. Бывала, конечно, реакция такая, ну, может быть, даже брезгливая какая-то у людей. И тоже совершенно нет никакой логики по возрасту. То есть люди старшего поколения могли отмахнуться, поняв, о чем идет речь, молодежь выслушать. Ну, и наоборот, тоже, конечно, было. Какие-то отзывы вы получали после акции? Или, может быть, во время кто-то что-то подходил с благодарностью, не с благодарностью? Да, подходили люди. Мы общались с людьми. Вот, в основном, получалось общаться с теми, кто пришел именно на чтение. И те, кто специально пришел, они, конечно, говорили, что, ну, как сказать, они вот специально шли. И вот мужчина говорил о том, что вот жалко, что, например, там, его сын и одноклассник, которые были на сотрудничестве, вот хорошо бы, чтобы они тоже знали и участвовали. Говорили о том, что вот это вот важно. И для них важно. И мы предлагали читать имена своих родственников. Городей, которые тоже могли пострадать. Вот, вот этот вот мужчина, он с такой, с такой, с такой тоже задачей пришел, чтобы прочитать свои, свои имена своих родственников. Младенцев о таинстве и крещении. Только поговорить хотелось бы о нем, не столько даже, может быть, о его символике или о его богословском смысле, значении, сколько о том, почему вдруг в современной церковной практике люди начали... Это чтение, а там, где города где-то давно проходят, действительно люди приходят, читают свои... Почему мы вдруг начали людей испытывать на предмет веры? Сегодня в нашей студии гость, православный эксперт, протеерей Дионисий Кузнецов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Умиления. Здравствуйте, батюшка. Ну вот я уже в частности проблемное поле обозначил, действительно сейчас люди приходят в храм, хотим покрестить, говорят, младенца своего, и священник говорит, погодите, не так быстро, не так сразу. Наверное, я не знаю, для начала необходимо, ну вот, испытать ваших крестных, или если крестится взрослый человек, то его самого, на предмет веры. Почему вдруг такая практика появилась в церкви, еще лет пять-шесть назад ее не было? Здесь нужно два момента. Значит, первый момент, испытание веры происходит всегда во время, собственно, совершения таинства крещения, когда священник спрашивает... Ну вот в связи с этим вопросом, либо взрослым крещающимся, либо... Зачем? ...а его крестных, как он верует? Понадобят, да, веруешь ли ты, которые... Я еще понимаю, вот когда приходят люди, которые действительно сами прошли, или помнят из детства, как это было с их родителями, или дедами, прадедами, вот, они приходят к мемориалу в пар Гагарина, да, то есть там возлагают венки, цветы и прочее. Вам зачем это? Провокационный вопрос специальный. Я-то понимаю, что это нужно, но мне кажется, зрителям, может быть, это крайне интересно, почему вдруг у молодого человека возникает интерес именно к этой странице истории, тем более, что у нас вот сейчас идет, там, была годовщина Второй мировой войны, почему не к ней, почему и так далее, так далее. Вот почему именно к этой странице истории вдруг такое внимание? Ну, скажу, может быть, один факт, который меня в свое время поразил. Я как-то решил посмотреть демографическую информацию по нашей стороне и сравнить с какими-то другими крупными странами, у которых 20-й век был не из такой кровавой истории. Ну, вот по самым оптимистичным оценкам населения России, ну, вот будем считать в нынешних ее границах, с дореволюционных, даже до Первой мировой войны, вот с этих времен и до сегодняшнего момента, ну, по оптимистическим оценкам не изменилось, по оптимистическим уменьшилось. В это время, например, население Америки, Соединенных Штатов Америки увеличилось в три раза, а население Бразилии увеличилось в четыре раза. И вот этот вот масштаб потерь людских, конечно, тут сыграли свою роль многие исторические события, гражданская война и голод, который был после гражданской войны, и во время коллективизации голод. Репрессии, вот по оценкам мемориала, унесли жизни где-то порядка двух, шестидесятых миллионов человек. Вот сами репрессии политические, которые были, какой-то имитация судебного процесса с тройками там и так далее. Ну, какое-то судопроизводство было. Война, конечно же, война и послевоенный голод. Вот. И вот демографические оценки, как сказать, по логике роста населения в 20 веке, если бы у нас было бы такое же, как в других странах, которые не были задеты всеми этими событиями, но наше бы население, по самым скромным оценкам, было бы порядка 260 миллионов, некоторые называют и 300 и больше. Вот это вот масштаб потерь, которые мы понесли. Это раз. Второй момент, который тоже важен, и здесь уже важнее именно репрессии, потому что, может быть, по масштабу потерь, какие-то другие события, там война, например, они больше внесли, ну, как сказать, ощутимых потерь. А вот репрессии поменяли самого человека в обществе. Он стал каким-то другим. Вот я говорил об этом на слове, заканчивающем акцию, о том, что жертвами репрессии стали не только те, кто погиб, но и те, кто выжил. И вот они, и вот с этими последствиями мы имеем дело до сих пор, потому что, как ни странно, это передается из поколения в поколение. Это некоторый такой страх, это некоторое такое смешение добра и зла. Вот Ольга Александровна Седокова, такой известный современный поэт, филолог, богослов, да. Она говорит о том, что вот у человека сейчас появилось неразличение зла, вот такое свойство у нашего человека, нашего современника в нашей стране. Мы как-то вот склонны оправдывать зло. Хотя иногда признание зла не требует никакого от нас, ну, видимого усилия. То есть мы не говорим про себя, потому что тогда бы речь шла о покаянии. Покаяние — это всегда довольно трудно, да, даже не покаяние, а хотя бы раскаяние, что мы совершили зло. Ну, просто назвать зло зло нашему человеку почему-то оказывается трудно. Мы как-то вот искривлены. Вот разные термины используются. Вот философ Мерап Мамрадашвили использует термин «антропологическая катастрофа». Вот Седокова говорит про советского человека. Вот недавно Нобелевскую премию по литературе дали русскоязычный автор из Белоруссии Светлане Алексеевич. Она говорит про феномен красного человека. Вот «Время секонд-хенд», интересная книга. Она как раз вот посвящена вот этому феномену, ну и все ее творчество. Вот это вот какой-то вот определенный сдвиг, какой-то вот катастрофа, наверное, это правильное слово, которая произошла, и она имеет продолжение сейчас. И, соответственно, если просто быть наблюдательным, искать корни вот этой современной ситуации, связанной с равнодушием, связанной с отдаленностью, отчужденностью людей друг от друга. Люди как-то вот не умеют договариваться. Вот такие вот простые вещи действовать сообща, договариваться. Мне бы хотелось логическую связь более четкую протянуть между репрессией и взаимоотчужденностью. Я согласен, что взаимоотчужденность — это, наверное, сейчас самая яркая характеристика современного человека. Причем не только взаимоотчужденность, а отчужденность человека от природы, человека от Бога, человека от мира естественного, человека от самого человека. То есть человек отчужденный от себя самого. Но только вот важно понять, это характеристика только нашего российского общества, в котором были такие массовые репрессии, или же это, в принципе, характеристика современного человека? И здесь не важны географические, скажем, топосы, где он проживает. Здесь интересный. Я скажу, мысль, она не моя, но она мне очень нравится. Вот этот вот термин «антропологическая катастрофа» применяет вообще к современнику, к любому человеку, который живет в 20 веке. Что-то произошло со всем миром. Но есть некоторая разница. Вот эта вот отчужденность, о которой мы говорим, в развитых, ну, термин такой клише, в западных, скажем так, странах, странах, которые, причем, ну, даже, скажем, такие вот, Англия, может быть, США, вот такие вот страны. Потому что в Германии был свой феномен, феномен нацизма, который сближает немцев с нами в этом отношении, в отношении государственного террора, переживания государственного террора. Вот такие вот, назовем их, благополучные там европейские страны, они, вот эта вот катастрофа тоже имеет место быть, она имеет другие формы. Она связана у вас с дехристианизацией. И вот это вот гуманитарное общее направление мысли, отторгнутое от христианских корней, приводит к тому, что человек все равно перестает быть человеком, хотя он говорит о человечности и о правах человека и так далее. Но у нас в стране и в Германии тоже вот эти вот формы дегуманизации произошли просто инфернально. Я прошу прощения, у нас время эфира заканчивается. Я предлагаю встретиться в следующей передаче и продолжить этот интересный диалог. А с вами, дорогие друзья, мы сегодня прощаемся вот именно на этой ноте, ноте того, чтобы наша историческая память не была столь коротка, какой она является на данный момент. Очень печально и прискорно. До скорых встреч, храни вас всех Господь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»